Сегодня в администрации города состоялось совместное заседание Межведомственной комиссии по борьбе с туберкулезом и Координационного совета по обеспечению социальной адаптации и реабилитации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы. В повестке дня значилось 9 вопросов. В их числе эпид-обстановка по заболеваемости туберкулезом и результаты профилактической работы, которую проводят с бывшими заключенными сотрудники полиции и члены общественного совета при ОМВД. Подробнее расскажет Дарья Самородова. Ситуация с заболеваемостью туберкулезом носит неустойчивый характер, но все же мы наблюдаем небольшую положительную динамику, говорит в своем докладе заместитель главного врача городской больницы Геннадий Зуйков. Он представил внимание собравшегося данные статистики за прошлый год. В 2013 году у нас взято на учет было 15 больных, в сравнении с 2012 годом 28, то есть это показатель снижения. Впервые выявлены больных 7, в 2012 году 15. Плохое. Один подросток ранее у нас не было в течение нескольких лет этого. И один диагноз установлен туберкулезом посмертно. Снизилось и количество тех, кто привозит туберкулез в наш город с других территорий России. Таких случаев в прошлом году отмечено 3 против 6. Еще один заболевший выявлен среди иностранных граждан. Плановое прохождение лабитнанцами флюорографии позволяет держать эпид-ситуацию под контролем уже не первый год. В 2013 в кабинете флюорографии побывало почти 20 тысяч человек. По словам медиков, провести осмотр 100% населения невозможно, хотя бы потому, что обязательно найдутся люди, зарегистрированные в городе, но проживающие за его пределами. Левиная доля связана с тем, что многие здесь у нас не проживают. Вы знаете, что мы, когда провели бомборовые обходы, формируем каждую осень паспорта врачебных участках. То есть, поголовно посчитали, на душу у нас два участка сократили. Многих нет, особенно пенсионеров, которые зарегистрированы здесь, но не проживают. Мерам профилактики были посвящены остальные вопросы повестки заседания, к обсуждению которых подключились члены Координационного совета по обеспечению, социальной адаптации и реабилитации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы. По словам полицейских, такие горожане находятся на их особым контроле. Бывших заключенных навещают дома и систематически проводят с ними профилактические беседы. Кроме того, оказывают всяческую поддержку. Например, 22 гражданам было предоставлено жильем. 12 человек трудоустроены. Кстати, подходящую вакансию они могут подыскать еще находясь в колонии. В ЭК-8 установлен информационный киоск службы занятости населения. Последним пунктом повестки стал вопрос безопасности. Ведь далеко не все заключенные после отбывания наказания решают изменить прежнему образу жизни. А поскольку в непосредственной близости от города находятся сразу три колонии, эта тема для лабытнанцев особенно актуальна. Здесь важно все, даже такая мелочь, как информационные стенды, на которых можно узнать адрес ближайшего опорного пункта полиции, имя и фамилию своего участкового, а также номер телефона, по которому ему можно позвонить в любое время суток. Дарья Самородова, Кирилл Семендеев, программа «Время местное». Спасибо.